Дед поздравился с ютубом, в интруху вставлю Здрасте ютуб, это я щегун Сегодня мы будем страдать Наш любимый модератор щегун все это время хотел сказать спасибо симпайке, фее настроения и администратору бездны за поддержку канала рублем, по ссылочке в описании и даже без стримов Спасибо огромное за теплые слова, спасибо большое за поддержку друзья, ну надеюсь дальше будет только лучше Всем привет, с вами Спектр Сейчас у нас все еще идет закрытое бета-тестирование Call of Duty Black Ops 6 И как я и думал, раз в сутки разработчики будут добавлять различного рода контент Сегодня у нас с вами контент будет посвящен зомби-режиму и также новости, которую я обошел стороной и кстати по-моему ни один зритель этого даже не заметил Конечно же речь идет о второй зомби-карте, которая появится на релизе помимо терминуса, это карта Liberty Falls И я стал замечать то, что стало каким-то хорошим трендом хейтить эту зомби-карту Ну то есть буквально какой бы ролик я по ней не открыл, все пишут, что это худшая зомби-карта в истории Call of Duty Так вот, сегодня мы с вами разберемся с двумя вещами Сегодня мы с вами рассмотрим карту Liberty Falls, которая в закрытой бете называется Rewind Я покажу вам геймплей, который мне удалось наснимать на этой карте И в целом мы с вами сделаем первый взгляд и поймем, что это у нас будет за первая зомби-карта Как можно будет к ней полноценно привыкнуть и что за кусок нам показали именно в закрытой бете А самое главное, какой в принципе будет Liberty Falls Сегодня я хочу обозначить пристальное внимание уже, наверное, небезызвестному каналу Mr.DalekJD И каналу Чоппера, геймплей с которых Liberty Falls я частично буду брать для показа вам в этом ролике Ссылочки на оригиналы вы найдете в описании Также рекомендую на них подписаться Ну и все, друзья, спасибо за лайки Как говорится, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые И чтобы залететь в открытый поиск онлайна или зомби-режима на выходе Black Ops 6 Не забудьте ее приобрести Или же Game Pass А сэкономить на этом вам поможет спонсор видеоролика А в пополнении вашего Steam кошелька с самой низкой комиссией на рынке поможет сайт Купи Код Ведь все это действие происходит буквально в пару кликов Без запроса логинов и прочих паролей Для этого всего лишь нужно ввести ваш логин Steam'а Сумму пополнения и самое главное ввести промокод Который снижает комиссию на пополнение на 2% дополнительно Ведь Купи Код это не просто сайт для пополнения Это полноценная экосистема Пополнение происходит как российских, так и других регионов На сайте есть удобный и встроенный калькулятор Который просчитает тебе нужную сумму для пополнения Steam кошелька А также ребята довольно часто устраивают розыгрыжи В которых может поучаствовать каждый А список призов понравится абсолютно всем Также на сайте есть и игровой раздел Что самое главное с играми, которые недоступны на территории РФ Но которые без проблем можно приобрести на данном сайте Так еще и с дополнительной скидкой В отличии от официальных магазинов И эти игры можно без проблем получить на российский аккаунт И благодаря промокоду Можно получить еще и дополнительную скидку в 10% На покупку игр с помощью гифта Так что не теряй время Пополняй свой любимый Steam кошелек На сайте Купи Код Вводи нужный промокод для дополнительной скидки И наслаждайся любимыми играми Итак давайте по порядку Карта Ревайн представляет собой небольшой комплекс В виде парочки закусочных Небольшой заправки И в принципе знаете Такого пригорода Подобное я кстати по большей части Припоминаю именно из Call of Duty Advanced Warfare Была там такая зомби карта С Бургертауном Возможно это небольшая отсылочка на все это дело Но огромного маскота Который машет тебе и зазывает С помощью громкоговорителя Я здесь не увидел Итак для начала Карта бета тестирования Вообще она показалась мне довольно неплохой Но все жалуются собственно как и я На одну единственную ее Такую функцию В открытую выходить нельзя Конечно если вы хотите получить Бестплей То есть лучший момент матча Естественно берете какую-нибудь Условную снайперскую винтовку Выходите на самый центр И здесь у вас начинается мясо По сути карта проходится Довольно легко Она очень компактная и удобная По бокам аккуратно обходите противников Смотрите на точки Если это режим с целями Ну и соответственно берете Забираете и отвоевываете Есть конечно есть такая функция Если играете в режим по типу Командного боя То ну тут конечно же сложнее Потому что спавны опять же Неконтролируемые в закрытой бете Кто бы что ни говорил Их все еще на многих картах Надо невероятно чинить И ребалансить Но тем менее удовольствие От этой карты получить можно И суть в том Что это действительно кусок Карты Liberty Falls Который сливали Еще до самого масштабного слива Который был организован Около трех или четырех По-моему недель назад Так какая же разница С первой зомби карты Liberty Falls Скажете вы Но начнем с того Что мы с вами и стартуем С этого же момента То есть тот же самый пригород Но более расширенная версия Ведь еще давным-давно Было понятно Что по тем же сватфургонам Которые стояли С надписью Liberty Falls Это у нас соответственно И будет зомби карта Единственное что оставалось Сделать так скажем Датамайнером Это найти ее название В файлах игры И они с этим успешно справились Итак геймплей Liberty Falls Происходит на этой Самой мультиплеерной карте И первое что мы можем заметить У нас есть тонна всего Что будет помечено на карте А самое главное Она будет невероятно компактная Но при этом Хотя она и узкая Выживать на ней достаточно просто Ведь в тех же самых Геймплейных роликах Я заметил То что того же джиггернаута Ребята покупают Буквально в волне На седьмой или восьмой Также мы можем выбрать Стандартную экипировку С которой можем бежать на старте И естественно у нас Также будут верстаки Раскиданные по Liberty Falls Которыми мы можем воспользоваться Мне не особо нравится тема С открытием ворот Которую придумали для Liberty Falls Это будет небольшое защитное поле Которое открывается без всяких Рассеиваний Без всяких анимаций И так далее Конечно это было условное тестирование То есть в рамках той же самой Закрытой беты Но эксклюзивно для многих ютюберов Но все-таки мне кажется Это пока выглядит как будто Недопиленным Но окей Следующий пункт На котором я хотел бы Акцентировать внимание Это режим Outbreak Многие помнят Что в небезызвестной Call of Duty Black Ops Cold War Нам ввели такой режим Где присутствовал Условный зомби режим В открытом мире Но вот к сожалению Дальше чем На истоках Он не вывез с себя Потом конечно У нас появился уже Режим МВЗ Но как говорится Дай бог здоровья людям Которые хотя бы прошли Основную сюжетную линию МВЗ Я кстати один из таких людей Если что Но я об этом уже пожалел Но самое интересное То что эта карта Действительно оправдывает Своё первоначальное свойство Она правда больше подходит Именно для онлайн составляющей Всё что я описывал Буквально в самом начале Это отлично встроено В сам мультиплеер Я бы говорю Только починил спавны И так далее Смоем по себе Liberty Falls Представляет собой Ту же самую мультиплеерную карту Абсолютно без какой-либо Атмосферы И абсолютно без какой-либо Изюминки Которые показали По крайней мере В раннем геймплее Которые демонстрировали Именно зарубежные ютюберы Которым дали сыграть На карте у вас присутствует Столько дерьма Что ты начнёшь путаться Буквально в первые Несколько попыток Что вообще делать И так далее Но с другой стороны С первого же раза Как я и говорил В угоду сложности Этой карты Вы сможете полностью Прошелестить абсолютно Все маркеры И начать шарить За то что нужно делать Господи Да тут даже улучшайзер Добывается совершенно Иным образом В отличии от карты Терминус Вам достаточно буквально Побегать по карте Открыть несколько врат Затем активировать Тёмный эфир И вот ты уже входишь В комнату с улучшайзером То есть Я так понял Подразделение зомби режима На выходе Будет состоять из двух типов Обычная казуальная карта Режима нашествия Из колдвора И действительно Продуманная Проработанная И интересная Сюжетной точки зрения Карта терминус О которой у меня выходил Предыдущий видеоролик Касательно зомби режима Что я заметил На самой карте Либерти фоллс Нам оставили Несколько подсказок Несколько пасхалок Которые можно будет Использовать в зомби режиме Но все таки Я считаю это Слегка странным Потому что Осталось полтора месяца Что толку гадать Мне там люди Иногда пишут По поводу Лорных моментов Зомби режима Они пытаются Действительно Что-то из беты выцепить Я думаю За полтора месяца Многое может извиниться И та же самая Карта ревайн Которая вы видите Большую часть геймплея Может существенно Так преобразиться Что же тут поделать Теперь по крайней мере Мы узнали дополнительную новость Благодаря карте Либерти фоллс Те самые пауки Которые называются Вермины О которых я упоминал Именно в разборе Зомби карты Терминус Это у нас будут Оказываться Специальные раунды И они как минимум Появятся вот На карте Либерти фоллс То есть вместо Собак Что у нас там Летучие мыши По моему были В Блэк Опсе 3 На карте Шэдоус оф Ивел В общем вместо этого Будут вот такие Пауканы Из Дума 3 Я не знаю И таким образом Они еще и будут Стрелять нашего Главного героя С расстояния Ну и соответственно Убивайте их всех Получайте к обычному Максимум боеприпасов В принципе все по классике Если смотреть На сам геймплей Либерти фоллса По большей части Ютуберы Назаписывали Примерно 40 минут Общего хронометража И знаете что Я бы это уместил Минут в 15 Потому что По большей части Ребятам не дали Даже попроходить Сюжетную линию Если она подразумевалась На карте Либерти фоллс То есть таким образом Вам просто Дали Мультиплеерную карту На которой Вы просто Будете выживать Никакой другой Подоплеки Здесь нет Понятное дело Это ранний релиз Показать перки Показать оружие Показать губльгамы Которые активно Используют ребята Показать режим манглеров Которого можно будет Вселиться И крошить зомби Показать этих самых верминов И самое главное Показать Что возможно Дополнительный контент Который будет добавляться В зомби режим Триарками Может и не обойти Такую же стезю Как Либерти фоллс Но я думаю Вы поняли О чем я говорю Конечно я говорю о том Что если в условном Колдворе У нас была детально Проработанная карта Диа машин Которая присутствовала На старте То как раз таки Вторым подобным режимом Был Дэдопс аркейд Где помните Был такой изометрический вид И нам нужно было Убить космическую гориллу Но учитывая то Что карта была Довольно хардкорная Люди сразу же Ее конечно же Дропнули Они даже смотреть Ее нигде не стали Потому что помнят Это из первого Блэк опса Стоило конечно Сделать небольшую разбавочку И если это поможет То таких карт В дальнейшем Действительно станет больше Именно продвигаясь По этой теме Я стал понимать Почему карту Либерти Фоллс Начинают ненавидеть И считать Одной из худших Зомби карт В истории Калав Дьюти Помимо всего прочего Нам показали Еще дополнительное оружие Которое будет присутствовать На этой карте Это конечно же Джет Ган О котором я упоминал Ранее в разборах Эта штука Которая была взята Из зомби Блэк опса 2 А именно Карты Транзит Только вот в случае Если одно мы собирали На верстаке Во втором Блэк опсе То вот к сожалению Я не понял В какой момент Эта штука В принципе Образовалась У героя Ну ладно Хрен с ним На самом деле Это не так важно Будешь ты ее собирать Или она тебе Выпадет из ящика Или в принципе Это нужно будет Для какого-то сюжетного квеста Бог пусть с ним Джет Ган Работает лучше Как мне показалось Чем во втором Блэк опсе Самое главное Я надеюсь То что он не может Сломаться Как это было Как раз таки Вот в предшественнике То есть Если оружие выпадает Им можно воспользоваться Определенное количество раз После этого Допустим Кончаются боеприпасы Но его не нужно Будет выбивать заново А самое главное Не нужно будет Собирать заново На верстаке Я также заметил То что в отличии От колдвордской штуки Теперь предметы На верстаке Создаются как будто Дешевле Я бы конечно Вел дополнительный грейд На какой-нибудь перк Чтобы это дело уменьшало Так будет по крайней мере Веселее Если вспоминать Тематику колдворда То что можно было Перки грейдить За определенную валюту Но все таки Ладно Это пока мысли вслух И небольшие теоретические догадки Что по поводу Самой карты Ревайн Закрытой бете Мне кажется На самом деле Это одна из Хороших карт Которую нам презентовали Проблема ее только в том Что Да Из этого сделали Полноценную зомби карту Либерти фоллс Которую обрисовали Синематиками Ничуть не меньше Чем карту терминус На которую У всех просто Шишки дымит Как говорится Но тем не менее Я не знаю Что здесь добавить Это правда Мультиплеерная карта Ну типа Не больше не меньше То есть весь тот Геймплей Который я ощутил Именно в закрытой бете Данного режима Сделал для меня Вполне полноценную Картину Если в онлайн режиме Ты не должен выходить На центр Кроме как получения Бестплея в матче То как раз таки На Либерти фоллс По большей части Ты будешь бегать По этому центру Крошить зомби Получать бонусы Пока тебе попросту Не надоест Мне конечно Хотелось бы верить То что там добавят Ничуть не меньше Хорошую сюжетную линию Но учитывая то Что все таки Да Эта карта направлена В стезю аутбрейка Колдворовского Режима нашествия Я все таки не думаю Что из нее получится Что то хорошее Главное чтобы Разработчики Как то это дело Миксовали То есть сезонами Выпускали Не только подобную карту А у них еще Имелся список Действительно проработанных Как была карта Терминус Ну что Давайте потихонечку Подытожим В закрытую бету Продолжает добавляться Контент На момент когда я записываю Сейчас данную Аудиодорожку Было добавлено Еще две карты Одна из них называется Пит Вторую я к сожалению Не помню И был добавлен Режим фейс оф А если я правильно Помню по названию Это режим 1.1 2 на 2 3 на 3 Вот что то из этого Было туда добавлено Короче говоря Урезанные так скажем Команды по количеству Игроков Ну в общем Контент пока добавляется Но думаю до 6 числа На что то еще более Конкретное Рассчитывать не стоит А сегодня вы полноценно Посмотрели Что из себя представляет Уже геймплей Зомби режима Напомню на терминусе Он тоже был Но он был знаете Такой презаписанный Предзаписанный Потому что хада не было По сути никаких Игровых элементов Не отображалось И это был геймплей Который был просто Выслан ребятам А вот как раз таки На Либерти Фоллс Им дали поиграть И часть этого футажа Вы увидели Полные ссылочки На используемые материалы Конечно же находятся В описании к ролику Заходите туда Смотрите Может быть подметите Для себя то Что пропустил я Ну и с вами был Спектр Ждем открытую бету Посмотрим какой контент Там добавят Играть в хорошие игры Играть с хорошими модами Посмотрите другие видосы В конечных заставках И спасибо большое За лайки Подписывайтесь на канал Если вы тут впервые Услышимся До скорого